Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. Летописец Поповский. Исполнилось 100 лет со дня рождения Марка Александровича Поповского, писателя, публициста, историка науки, биографа. В научно-популярном жанре немало выдающихся авторов. Яков Перельман, Поль де Крюи, Айза Казимов, Даниил Данин. Когда Марк Поповский печатался в Советском Союзе, его книги вставали в череду этих мирных изданий, сеющих разумное и вечное. Но за закрытыми дверьми он готовил книги недозволенные, крамольные, обжигающие. О драматической судьбе крестьян-толстовцев. Об управляемой советской науке. Об архиепископе и одновременно хирурге Война-Исенецком. О генетике Николая Вавилове. Когда книга в 1983 году вышла в Америке, Сергей Довлатов в своей рецензии написал, издательство «Эрмитаж» в Мичигане выпустило новую книгу Марка Поповского «Дело академика Вавилова». Получив экземпляр, я начал довольно рассеянно его перелистывать. Это была не первая знакомая мне работа о судьбе великого ученого генетика. В начале одной из глав мое внимание остановил такой диалог между следователем НКВД с явно литературной фамилией Хват и арестованным незадолго до этого академиком Вавиловым. Вы арестованы как активный участник антисоветской вредительской организации и шпион иностранных разведок. Признаете ли вы себя виновным? Нет, не признаю. Шпионом и участником антисоветских организаций я никогда не был. Я всегда честно работал «На пользу советского государства». Далее говорилось. Этими словами утром 12 августа 1940 года в Москве во внутренней тюрьме НКВД начался первый допрос академика Вавилова. Читая это, я невольно думал. Поповский опытный литератор, видный публицист, он создал добротную и талантливую монографию, документальное повествование с билетеристическими вкраплениями. Реальные фигуры и подлинные события будут искусно оттенены и дополнены вымышленными персонажами и эпизодами. Все соответствует законам жанра. Нечто из серии «Жизни замечательных людей». Но чем глубже я вчитывался в текст, продолжает Доблатов, тем настойчивее возникало ощущение чуда. Поповский не изображал и не описывал, чередуя факты с рассуждениями и гипотезами. Поповский цитировал, подчеркиваю, цитировал жуткие и строжайшие засекреченные документы из архивов НКВД, материалы следственного дела государственного преступника Вавилова за номером 1500, ссылался на подлинные тюремные и лагерные акты вплоть до акта о смерти Вавилова 26 января 1943 года, приводил копии секретных экспертиз, воспроизводил дословно показания доносчиков, стукачей и лжесвидетелей, приобщенные к агентурному досье ученого. Называл реальные фамилии мерзавцев-коллег и функционеров НКВД, которые дружно загубили первого агронома страны, и многие из которых благополучно доживают свои дни. И, между прочим, следователь с литературной фамилией Хват также оказался вполне реальной личностью Алексеем Григорьевичем Хватом, полковником в отставке, ныне проживающим в ведомственном доме в Москве по улице Горького, 41, квартира 88. Не будем говорить сейчас, заканчивает Довлатов, о гигантском объеме изученного поповским материала, о сотнях найденных и опрошенных писателем людей, знавших и помнивших Вавилова вплоть до его чудом уцелевших сокамерников, о распутанных автором бесчисленных клубках человеческих взаимоотношений, конфликтов, интриг. Начнем с самого поразительного и невероятного. Писателю удалось проникнуть в тайники, где несколько поколений душегубов бдительно хранят свои секреты, в тайники, к которым едва ли имеют свободный доступ рядовые члены Политбюро. Как же это могло случиться? Так писал в своей рецензии Сергей Довлатов. Это и впрямь поразительно, но надо сказать, что Марк Поповский полностью заслужил такое везение. Судьба пошла ему навстречу, литературная судьба, и он своего шанса не упустил. В нашей сегодняшней передаче Марк Александрович ответит на мой прямой вопрос, как же это случилось с этими секретными следственными делами. Но не будем забегать вперед. Автор полутора десятков научно-популярных книг, член Союза журналистов и Союза писателей вынужден был в 77-м году покинуть СССР. На Запад он привез почти уже готовую рукопись «Управляемая наука». И первое же интервью, которое он дал сотруднику радио «Свобода», тоже, кстати, популяризатору науки Леониду Владимирову, было посвящено этому замыслу. В нашем архиве это интервью сохранилось. Послушайте его завершающую часть. Диктор Виктория Семенова. Запись 20 ноября 1977 года. 6 ноября из Советского Союза выехал писатель Марк Поповский, автор широко известных книг «Путь к сердцу», «Хозяин солнечного цветка», «Панацея», «Дочь Эскулапа» и многих других. В марте нынешнего года Марк Поповский демонстративно вышел из Союза писателей СССР, ибо его книги «Жизнь и житие профессора Война Ясенецкого», «Епископа и хирурга» и «Управляемая наука» не могли быть опубликованы в Советском Союзе. А из его книги «Академик Вавилов» была опубликована лишь часть в крайне урезанном виде. Читатели Марка Поповского хорошо знают, что единственным постоянным героем писателя был ученый, исследователь, открыватель нового. Лишь в книге «Управляемая наука», которая пока не увидела света и впервые, как мы надеемся, прозвучит по радио «Свобода», лишь в этой книге Марк Поповский пишет не об отдельных ученых, а о состоянии науки в Советском Союзе вообще. Вот на эту тему, что представляет собой сегодня научная работа в СССР, Марк Александрович Поповский и говорил в своей беседе с корреспондентом «Радио Свобода» Леонидом Владимировым вскоре после выезда из СССР. В четверг и пятницу мы передавали первую часть этой обстоятельной беседы. Слушайте сейчас ее окончание. Вот вы говорите, что наука, так же, как и все остальное в Советском Союзе, подвержена влиянию политики, и это, несомненно, совершенно верно. Что вам известно о том, как осуществляется политический контроль над научными учреждениями в Советском Союзе? Какова механика этого? Как это все происходит? Механизмы чрезвычайно разнообразными являются, но один из основных механизмов – это вовлечение в науку людей наиболее управляемых. Это, прежде всего, прием в партию исследователя, и для того, чтобы желаемого, желанного сотрудника, так сказать, ну, такого, который представляется администрацией, власти, партии, партийным чиновникам представляется подходящим, привлечение таких сотрудников идет постоянно. Это непрерывный процесс. Молодого человека приглашают в партком, говорят, мы знаем ваши работы, вы наш человек, вы русский, простой, хороший, вот, вступайте в партию и будете руководить лабораторией. Есть люди, которые хотят такого продвижения, есть люди, которые жаждут, ну, естественно, дело общечеловеческое, жаждут продвижения, жаждут, то есть, тщеславие движет порой людьми, но даже тогда, когда человек не хочет, то перед ним встает дилемма. Либо он становится членом партии, и человеком абсолютно управляемым тогда уже, либо он теряет возможность для научного творчества. Скажите, пожалуйста, ну, вот вы говорите, он становится членом партии, либо он теряет возможность. Есть заведующие лаборатории в советских открытых, скажем, научных учреждениях, которые не являются членами КПСС? Да, есть, есть, но непрерывный процесс в этом отношении связан с заменой беспартийных партийными. И каждый беспартийный руководитель лаборатории прекрасно знает, что либо он вступит в партию, либо рано или поздно он покинет пост заведующего лаборатории. Директор, его заместитель по науке и секретарь парт-организации, они являются по существу хозяевами института, и они все входят чаще всего в партбюро. И здесь в партбюро решается, чему быть и чему не быть на ученом совете. Прежде чем собрался ученый совет института, партбюро решает, за что господа профессора будут голосовать. Вот в чем, так сказать, главный механизм. Вот где поворотный, так сказать, ключ. Это иные проблемы. Но на ученом совете, как вы сами сказали, сидят профессора, и они, стало быть, утверждают все научные перспективы. Каким образом обеспечивается необходимое большинство на ученом совете? Большинство необходимое стало быть директору или секретарю партийной организации. Большинство обеспечивается всей историей, всем опытом членов ученого совета. Их жизненный опыт подсказывает им, что если сегодня они не проголосуют за предложение директора или секретаря партийной организации, то завтра они сами будут в бедственном положении. Этот внутренний механизм, механизм, опирающийся на личный жизненный опыт каждого профессора, каждого члена ученого совета, работает безотказно. Мы знаем лишь отдельные, чрезвычайно редкие случаи, когда какому-нибудь молодому или очень одаренному, чаще всего ученому, удается сорвать, так сказать, замысел дирекции. Во имя науки, кстати, сорвать-то. И вот это всегда обычно Москва, так сказать, всегда после этого, так сказать, волны расходятся, Москва говорит об этом, об этой успехе, об этой удаче, так сказать, порядочных людей в ученом совете. Обычно ученый совет штампует все, что рекомендует дирекция и парторганизация. Писатель Марк Александрович Поповский беседует с корреспондентом Радио Свобода Леонидом Владимировым о советской науке. Продолжаем передачу. Я хотел бы обратить ваше внимание на одну структурную особенность советской науки и попросить вашего объяснения. За рубежом, и вот я в этом убедился на личном опыте, сейчас объехав несколько стран и интервьюруя ученых для научных программ Радио Свобода, и мой коллега, и наш научный обозреватель Евгений Муслин, работающий в Америке, он подтверждает это. Большинство крупных научных сил не только в Америке, но и в других странах сконцентрировано вокруг университетов. Большинство профессоров и вообще научных работников высших рангов учат студентов или имеют аспирантов у себя, или, во всяком случае, какие-то школы вокруг них группируются. В Советском Союзе, насколько мне известно, в университетах также идет научная работа, и немалая. Но все же большинство научных разработок в Советском Союзе сконцентрировано в так называемых НИИ, научно-исследовательских институтах, как военно-прикладных, закрытых, так и открытых. Чем объяснить такое отличие структуры? Имеет ли это какое-нибудь значение для развития науки, Марк Александрович? Не только имеет значение, но и решающим образом предопределяет отставание советской науки. И, кроме того, вот это такая ситуация, что научные исследования ведутся у нас не в университетах, в значительной степени обоснованы нашей социальной системой. С самого начала, желая иметь в руках все вожжи управления всеми сферами жизни, большевистская партия организовывала науку, а наука наша организовывалась где-то в начале 30-х годов, по тем же самым принципам, в той же самой системе, что армия, партия, прежде всего, должен быть начальник высший, подразделения, вышестоящие, нижестоящие. И научно-исследовательские институты, это есть порождение, вот наши институты в их нынешнем виде, это есть порождение, так сказать, большевистского образа мышления. Это удобно, это под рукой, это можно бросить в любой момент туда, куда нужно, заставить, направить, указать и так далее. Социально же обусловлено и то, что именно в таких институтах мы совершенно не имеем свежих, оригинальных идей. В университете, где профессор, заведующий лабораторией, читает курс, опираясь на свежую, лабораторную, так сказать, каждодневность, на новые идеи, которые разрабатываются тут же, где наука оплодотворяется новыми поколениями молодых, наиболее одаренных юношей, там всегда живее процесс творческий. Там естественнее увидеть нечто, выходящее за пределы рутины. Но, к сожалению, наши университеты чрезвычайно в малой степени являются источниками научных достижений. Очень мало. Потому что доциконструкции наук не направлены на это. На университетскую науку и средств отпускается меньше. Университетские лаборатории слабее, хуже оборудованы. И, к сожалению, там, где могла бы наука развиваться, там для нее места мало. А НИИ? НИИ, все зависит, опять же, какой НИИ. Если НИИ занимается научными проблемами, близкими к военным целям страны, там лучшее оборудование, у нее лучшие возможности. Но дело же не в этом, в конце концов. А дело именно в том, что система НИИ, армейская система НИИ, обычно чаще всего жестко прикладная. А жестко прикладной характер это чрезвычайная типичная сторона советской науки. Наши руководители полагают, что смысл науки в получении конечных практических результатов. В этих учреждениях не может, опять же, возникать свежая живая мысль. Ибо исследователи за узду тянут, тянут его на практическое разрешение, на разработки, в конечном счете. И тут в разработках гибнет всякая свежая живая мысль. Марк Александрович, вот вы упомянули о том, что в советских научных учреждениях, в основном типе советского научного учреждения, в научно-исследовательском институте, основной упор делается на применение науки, на полезность науки, на то, что на советском языке называется отдачей от науки. Скажите, как вы находите вот этот практицизм научный, эта постановка реальных целей? Она служит на пользу развитию науки, в том числе и прикладной науки? Или нет? Об этом много у нас говорилось в начале 60-х годов, когда было некое потепление вообще в общественной жизни, и в том числе и научной. Тогда на странице «Комсомольской правды», я помню, прочитал большую статью одного видного генетика, вирусолога, который заметил, что главные достижения мировой науки всегда происходили из абсолютно бесполезных первоначальных посылок, из первоначальных экспериментов, первоначальных совершенно непрактичных наблюдений. Мы же убиваем научную мысль тем, что не даём молодому или немолодому учёному развивать ту тенденцию творческую, которая ему присуща. человек приходит в лабораторию, и он не имеет времени заниматься тем, что ему подсказывает присущая ему система мышления. Он должен непременно работать над тем, что здесь приказано, заказано, чем занимались до него. И, естественно, при такой методике работы не возникает оригинальных мыслей. И наш практицизм оборачивается дикой бесполезностью исследований. Я уж не говорю о огромном количестве диссертаций, которые лежат на полках, так сказать, они только и нужны для того, чтобы младшие научные стали старшими и вместо 105 рублей получали 250. Я уж не говорю и о статьях, о журналах, смысл которых только о том, чтобы увеличить список научных трудов того или иного исследователя. Но просто практически оказывается невыгодным вот этот всесоюзный научный практицизм. А когда исследователь выбивается из него, а чаще всего это исследователь, который не работает в НИИ, то есть не чаще всего, а только вне, и создает нечто абсолютно оригинальное, то это просто трагедия. Вот, пожалуйста, история, которую я наблюдаю 10 лет. 10 лет я писал, ездил, занимался довольно активно в связи с деятельностью блистательного, на мой взгляд, хирурга из Эстонии Арнольда Сеппо. Арнольда Сеппо в этом году исполнится 60. Лет за 30 до этого он проявил себя не только блестящим хирургом, но и талантливым инженером-самоучкой. Он разработал совершенно принципиально новый принцип лечения костных переломов. принципиально новый метод лечения гнойных заболеваний костей, ожогов и так далее. Что же случилось, вот когда этот человек выступил в печати, выступил на совещаниях научных с этими деньгами? А ничего. Вот на моих глазах уже последние 10 лет мы добиваемся того, чтобы его идеи вышли за пределы маленькой больнички, ты не смею, в городе Тайвине. Не выходит. Есть уже решение, уже после того, как мне удалось привезти Сеппо в комитет по делам изобретений. Он получил 12 международных патентов, в том числе, не больше, не меньше, как за живой сустав. Никогда, за всю историю медицины, ни один медик не создавал живого органа. Сеппо создает живые органы. Сеппо получает десятки писем, в том числе, от союза врачей Рурской области, от американцев, от англичан с просьбой приехать и показать, как он это делает. Все потрясены, его коллеги в его области. У него больные с переломами костей, самых больших костей человеческого тела, лежат в 3-4 раза меньше, чем в любой больнице, самой блистательной больнице большого столичного европейского или американского города. Но в Советском Союзе эти выдающиеся открытия ученого, создавшего по существу целое новое направление, он ввел математические методы в хирургию, он ввел химические элементы, очень важные в медицину. Все это замерло. Это дальше больнички, небольшой больнички в Теннисмя не выходит. Есть уже решение Совета Министров в Эстонии создать институт для СЭПа, есть решение Комитета по делам науки, при Совете Министров СССР создать лабораторию. Идет спор вокруг каких-то несчастных десятков тысяч рублей, идут бумажки в Москва, Таллин, Таллин, Москва, а людей лечат по-прежнему так же, как 150, 200, 300 лет тому назад. Вы слушаете писателя Марка Поповского, он говорит в беседе с корреспондентом Радио Свобода о положении в советской науке. Чем вы, простите, это объясняете? Ведь здесь, как говорится, успехи налицо. В больнице Теннисмя СЭППО делает свои чудеса. И более того, по вашим же словам, с ними соглашаются наверху, есть постановление в его пользу. Никто его вроде не тормозит, никто не ставит ему палок в колеса. Чем же вот объясняется эта десятилетняя волокина? А вот в результате того, что в течение полувека наука и ее кадры, ее администрация складывались по принципу самый партийный на самом верху, наименее партийный на самом низу. В результате того, что в течение всех этих 50 лет складывалась такая жесткая решетка, чисто советская, так сказать, решетка, я имею в виду, понимаете, переносность лесов, в результате этого создалась такая административная система, которой невыгодно, чтобы создавалось нечто отличное от того, что было вчера. Отличное, отличающееся, новое, блистательное, оно ставит под сомнение положение видных профессоров, уже занявших и достигших своего какого-то положения. Эти профессора, сидящих в ученом совете Министерства здравоохранения СССР, Министерства здравоохранения Эстонии, эти профессора будут страдать, если какой-то рядовой врач изобретет нечто удивительное. Это бросает тень на них. И вот эта вся система, сугубо бюрократическая система руководства науки, всячески давит любое подлинно талантливое начинание. Это в любой области. Я мог бы рассказать о химии. Например, в Черноголовке, под Москвой, сделано блистательное открытие, найден метод связывания азота, воздуха, без давлений, без высоких температур. Простите, это ведь до сих пор делалось методом Габера и Боша, этим знаменитым заводским методом связывания естественного азота. С этого началось. Ну, потом, позднее уже это делалось несколько более совершенно, но сделать это связывание азота мягким до сих пор не удавалось. И два учёных в Черноголовке под Москвой, подсмотревшие, как это делается в недрах микроорганизма, разработали методику полуисвязывания азота, как они говорят, мягким способом. Это громадного значения открытие, потому что связанный азот это удобрение, это горючее, это хлеб по существу. И вот что же? Открытие сделано несколько лет назад, есть международные патенты, есть лицензии, что хотите есть, кроме того одного. Этим методом никто практически связанный азот в Советском Союзе не получает. Вот это типичнейшая ситуация, как только мы видим выдающееся открытие, мы одновременно видим громадное количество тормозных устройств, работающих на разных уровнях, руководящие машины, которые сознательно или бессознательно, но тормозят, останавливают, ибо это лежит в системе, это лежит в системе управляемой науки. Позвольте мне напомнить страницу из вашей собственной книги «Управляемая наука». Вот в начале нашего века скромный сотрудник патентного бюро в швейцарском городе Берни напечатал небольшую статью в научном журнале, которая называлась, если я правильно помню, «К электродинамике движущихся тел». Эта статья положила основу теории относительности, а скромный сотрудник патентного бюро в Берни был, конечно, никто иной, как Альберт Эйнштейн. Вот вы в своей книге пишете, что эта теория, вероятно, не была бы так быстро разработана не в 1905-м, а в 1975-м году и не в Швейцарии, а в Советском Союзе. На чем вы основываете такое смелое предположение? Я хорошо знаю механизм продвижения научного сотрудника в Советском Союзе. МНС, которому пришла в голову блестящая идея. Младший научный сотрудник. Младший научный сотрудник. К тому пришла в голову блестящая идея, должен прийти к своему руководителю и ее рассказать. Это естественно, иначе он не получит возможности заниматься научной работой, ибо он исполняет заказы своего шефа. Старший научный сотрудник, профессор, руководитель лаборатории, естественно, имеет свои идеи. Ему не нужны идеи младшего научного сотрудника. Просто не нужны. Я, например, с одним профессором говорил по этому поводу, и он мне говорил, что в Алма-Ате, когда он начинал свою научную работу, он, когда явилась у него интересная идея, то он ее скрывал от своего шефа. Скрывал от шефа, потому что шефа не только не интересовало, шеф бы его просто выгнал бы. И у этого младшего научного, который действительно потом как-то пробился, возникла даже теория, чтобы младшего научного немножко сминать при начале. Вот так сминать, придавить его слегка надо, потому что иначе каждый полезет со своими идеями. Вот принцип, на который я все время натыкаюсь в наших лабораториях. Ну, допустим, старший научный примет идею младшего для разработки, но он же никогда не примет ее бескорыстно. Это вполне естественно, потому что, как у нас говорят, из десяти кандидатских делается докторское, из нескольких докторских делается, так сказать, положение в Академии наук. Это же вот такая система. И дальше вот начинается препятствие совсем особого свойства. Если в лаборатории возникла новая мысль, и, допустим, даже заведующий лабораторий хочет, чтобы эта мысль как-то реализовалась, неважно, это химия, биология, там, зоология, не имеет никакого значения, то надо преодолеть сопротивление администрации института, которая, естественно, во-первых, не знает еще, что это такое, не, соответственно, не доверяет, соответственно, ей надо согласовывать администрации института с вышестоящими инстанциями и вставлять в план. В этом году вам в план не вставят, возможно, что не вставят и в будущее, а аппаратуру надо планировать заранее, а всевозможные химикаты, всевозможные, так сказать, какие-то поездки, консультации в других институтах, все надо планировать заранее, и если даже через 5-7 лет младшему научному удастся довести свою работу до конца, и он защитит и защитит кандидатскую, то, во-первых, он уже не будет, явно, что он не будет единственным автором этого открытия, изобретения, находки этой, во-вторых, он не сумеет, так сказать, дальше работать в этой области, вы понимаете, вот тут все и лежит, что внедрение новой мысли всегда утыкается в какую-то подушку, я бы сказал, какую-то мякоть, какую-то густую, вообще упругую мякоть, вот конструкции нашей науки. То, что вы рассказали, поистине трагично, но вот, позвольте поставить такой простой вопрос, это положение, которое хорошо известно вам, и о котором, кстати, говорите, вы мне не первый, в частности, доктор наук, в прошлом лауреат Ленинской премии, герой социалистического труда и все, что хотите, Анатолий Павлович Федосеев, тоже переехавший из Советского Союза в Англию несколько лет назад, говорил буквально те же вещи, так другими словами, это известно вам, это известно ему, и это, полагаю, не секрет от других людей. Вероятно, знают это и те, кому ведать надлежит в Советском Союзе. Как вы думаете, будут ли в связи с этим приняты какие-то радикальные меры, способные улучшить положение в советской науке? Как вы рассматриваете перспективы, сегодняшние и завтрашние перспективы советской науки? Я не думаю, чтобы советская система была системой саморегулирующейся. Она удивительно жесткая, жестокая система. Она работает как-то все время в одном направлении. И вот задача держать на науку, прежде всего, как нечто управляемое, как нечто, что можно, так сказать, закрыть, или повернуть, или направить, эта задача настолько представляется руководителем, видимо, страны, а за ними вслед и руководителями академии, настолько главной, настолько важнейшей, что все остальное, в общем, меркнет. Я не предвижу серьезных перемен к лучшему. Более того, я бы сказал, со слов многочисленных моих собеседников, вот, прошлым, позапрошлым летом в кресле перед моим столом пересидело больше сорока видных исследователей, что работать в лаборатории становится все труднее, обстановка, атмосфера становится все более тяжелой, люди идут в лабораторию утром с тяжелым чувством, что придется сопроломать, это не сломать, а преодолевать какое-то сопротивление. Каждый маленький приборчик, каждая пустяковая пробирка дается с громадным трудом. Я не предвижу перемен. Управляемая наука есть абсурд, но этот абсурд, он не может быть преодолен логическими какими-то действиями властей. Марк Александрович Поповский, большое вам спасибо. В беседе с корреспондентом Радио Свобода писатель Марк Александрович Поповский, выехавший 6 ноября из Советского Союза, делился своими мыслями о состоянии науки в СССР. Диктор Виктория Семенова. Архивная запись 20 ноября 77-го года. На волнах Радио Свобода программа к столетию со дня рождения писателя, публициста, историка науки Марка Поповского. У микрофона Иван Толстый. Поселившись в конце 70-х в Нью-Йорке, Марк Александрович последовательно выполнил задуманную им программу, написал и выпустил свои книги, постоянно выступал в научных и исторических программах Свободы, печатался в главной русской газете Америки «Новом русском слове», а также в «Новом американце» у Сергея Довлатова. В одной из своих поездок в Америку я созвонился с Поповским, и мы встретились у него дома. Дело было 22 года назад, осенью 2000-го. Наши беседы сегодня впервые выходят в эфир. Я начал с вопроса о том, как сложилась жизнь писателя в «Новом свете». Я привез огромный материал по истории советской науки, по проблемам, конфликтам, ситуациям, и первые полтора-два года я жил этой темой. И вообще вся моя история пребывания в Америке, она делится на периоды, когда я эту одну тему беру, и потом вторую, и третью. Это продолжалось года два, очевидно, я выступал каждую неделю. Это я рассказывал по существу книги, которые мне не удавалось тогда еще напечатать. И, кроме того, это было изложение материалов из моей книги «Управляемая наука». Ну, и, кроме того, я просто помнил этих людей, во которых я писал, многие годы с ними был связан. Потом этот период кончился, если вас интересует, начался другой период, в этом кресле пересидело около 250 человек, которых я спрашивал о их интимной жизни. Они рассказывали, мужчины и женщины, и еще через год спустя после этого была написана книга «Он, она и советский режим». Она вышла и, кстати, загнали ее в Россию, там имела как-то, видимо, успех. Вот. Ну, а потом вот сейчас третий период по существу моей жизни здесь. Это меня интересует все, что я могу узнать о людях эмиграции. В основном третий, так что называемый. Вот я выпустил трехтомник своих очерков. Он называется «На другой стороне планеты». А сейчас вот в ближайшее время выйдет четвертая по счету книга на ту же тему, хотя она не связана с трехтомником. Называется «Мы там и здесь». Ну, это будет продолжение моих встреч, разговоров и, так сказать, попыток понять, что нам принесло положительного, что принесло нам тяжелого и мучительного нашей эмиграции. Так, откровенно, я человек объективный, меня выпихнуло КГБ сюда. Я не сам ехал сюда и не стать богачом и не стать удачливым и знаменитым писателем, а просто мне сказали вот 10 дней и чтобы вас тут не было. А у меня за душой негроша не было. Вот, если бы я один добрый человек, сейчас уже всемирно известный, не бегал по церквам и синагогам, не попрошил деньги, чтобы дать мне возможность выехать, так я не знаю. они меня хотели посадить в обыск и так далее. Так, ну, я отклонился от вашего вопроса. Я все понимаю. Мне хотелось бы узнать, то, что вы рассказывали о судьбе советской науки по радио, это было устойчивым циклом или случайными передачами? Нет, я просто знал, что мне в течение этой недели надо сделать такой-то материал, и я, так сказать, копал в памяти и так далее, чтобы это было разнообразнее, чтобы это было интереснее слушать, чтобы не было монотонность какая-то. Я не преподаватель и не организатор, так сказать, чего-то. Я вот из того, что я помнил. Как так получилось, что вы оказались участником газеты «Новая Американница»? Ну, я печатался в новом русском слове и на радио. Иногда это то же самое шло, иногда это что-то изменялось, началось еще вот эти две. А Довлатова и остальные мальчики и девочки вполне резонно решили, что им лучше перетащить меня к себе. Довлатов, значит, позвонил, стал говорить, что нам надо вместе сотрудничать, мы все молодые и так далее, будем действовать. Ну, и предложил мне взять у меня интервью. У меня сейчас здесь есть. Мне понравилась эта публика, мне понравился очень стиль тамошней жизни. Он заключался в том, что мы все собирались в пятницу или в субботу, сейчас не помню, уже, собирались в редакцию, каждый приносил уже готовый материал, ничего главный редактор не требовал, не спрашивал, не объяснял, все мы профессионалы, это Штерн там был, и другие. А потом в Айли Генни сделали номер очередной по нашим материалам. Вот, так сказать, такой механизм. Он меня вполне устраивал, так сказать, я никогда не служил нигде, никогда, нигде, вот, всю свою жизнь. Поэтому у меня вот такая независимость, она меня вполне, вот мне очень нравится вот ваша методика, ваша жизнь. Так привык я. А какого типа материалы вы публиковали? Очерк, очерк, да, очередной очерк. Ну, если что-то мелькало в газетах, что-то требовало комментария, возникали какие-то комментарии тоже. Но в основном это мой очередной очерк. Сколько вы посотрудничали в результате с газетой? Ну, года полтора, я думаю. Потому что, ну, вы знаете, с чем дело кончилось. Расскажите, пожалуйста, потому что один умолчивает об одном, другой о другом. Да мне нечего умолчивать, просто все было на моих глазах. Вот такая работа, все мне нравилось и всем ребятам нравилось нашим. Но в какой-то момент кто и как и каким образом выяснил, что метр нас обборовывает. То есть, мы получаем гроши, а он там живет шикарно и надо как-то на это реагировать или требовать увеличить наши гонорары или что-то еще. Ну, тогда, значит, один прекрасный день я прихожу туда и Довлатов говорит, ребята, по-моему, мы здесь ничего не дотолкуемся. Вы сами видите, что нам живется довольно сложно и тяжело с такими гонорарами. Давайте соберемся в ресторанчике. Ну, мы пошли. Вайли Генис весьма свирепо тогда острили по поводу где-то мат-перемат такой шел. Но, в общем, говорят, Довлатов убедительно сказал, что мы можем прожить и без них. Вот. В этом кафе мы пока собрались. Я сам к административной стороне жизни не причастен был, но было найдено помещение и, в общем, мы начали продолжать нашу работу. Но все кончилось, по-моему, если не ошибаюсь, четырьмя номерами. Это была газета «Новый свет». Да-да, «Новый свет», да. По-моему, кончилось четырьмя или шестью номерами. Вот. Я и тот же Довлатов как говорится развел руками, а этот самый дяденька подхватил газету. Ну, я не знаю, в общем, вы говорите, что она еще просуществовала, там, говорите, даже три года, я даже как-то уже больше не интересовался. И туда вы больше уже материал своей не отдали? Нет, 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 нет. Я вернулся в «Новое русское слово», и была такая пора, когда я работал как машина, каждую неделю очерк. Очень большой, так, на полполосы, случилось и на целую полосу. Это меня тоже устраивало, потому что тоже была свобода, и только желание получить в конце месяца или в начале нового месяца гонорар побуждало меня к новому и новому творчеству. Вот, а главное, это было то, что я писал, о том, что мне было интересно. Какой внутренний путь вы в эмиграции прошли и пережили? Что такое эмиграция для вас в результате оказалось? Какой смысл жизни на Западе? Ну, прежде всего, я вам сказал самое важное, что я никуда не уезжал. Меня сюда вытолкнули, причем, повторяю, это было все очень насильно. И Игорь Губерман, мой приятель, он мальчик, правда, был по сравнению с его возрастом, со мной, но прямо с юности его мы знакомы, и вот он затеял просто достать где-то деньги. Я ему оставил квартиру, единственное, что у меня было. Так что вот главное в этом моем ответе это то, что я никуда не спешил, больше всего, я не хотел ехать. Я так догадывался, что, в общем, русский литератор без языка, так сказать, тут едва ли будет очень доволен. Кроме того, сама ситуация складывалась очень тяжело для меня в России, мало того, что ГБшники там обыск произвели, пуд, наверное, рукописей моих не опубликованных никогда. Я 63-го года до отъезда писал книги тайком. Три четверти года шли на то, чтобы зарабатывать, а четверть года я уезжал в Дом творчества и писал свои книги. Это книга «Управляемая наука», это книга «Крестьяных-толстовцев», это книга «Третий лишний» о сексуальной жизни в Советской России, о вторжении власти в отношении двоих, ну и так далее, и так далее. Так вот, это все должно было начать жить, поэтому я так с одной стороны не хотел, а с другой стороны я потихонечку высылал. Я хотел, чтобы это все прозвучало. Вот это не было каким-то устремлением к чему-то. Это был отъезд оттуда, да еще вдавок под затылок. Вы сказали, что в этом кресле пересидели 250 человек. О чем шла речь у вас? Ну, я просил рассказать о семье, как возникло, ваше отношение к женщинам, вообще, как сложилась ваша семья, как ваша жена осознавала и осваивала секс. Ну, людям было сказано, что нигде никто не будет упомянут, а больше того, там, где ситуация слишком явственная, так сказать, тогда я менялся, немножко что-то переставлял. Ну, так сказать, это все было нормально. Мне было это интересно, этим было интересно, но потом и читателям как будто было и безразличны. Я напомню, на волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутации» передача к столетию со дня рождения Марка Александровича Поповского. Вы слушаете интервью, которое я записал осенью 2000 года в Нью-Йорке в доме у Поповского. Вы сказали, что интересуетесь иммигрантами и пишете о них, а как вы сформулируете этот интерес? Ну, если повторяю, литератор, публицист, документалист, журналист, он должен иметь свою сферу. Я не репортер, я не пишу сегодня, одна завтра, другая, не прыгаю, не бегаю. А когда вот эта тема исчерпалась, третий лишний, то я все чаще и чаще пытался находить интересных людей, через которые становилось ясно, что здесь сложно, что здесь трагично порой, что комично, что здесь плюсом воспринимается, а что минус. Я стал просто искать, искать этих людей. И там были самые разные ситуации. Там была, например, семья, недавно приехавшая, муж, жена, и их дочь замужем, и ребятеночек маленький. И он, приехали несколько месяцев назад, он купил револьвер, стал вертеть этим револьвером и прострелил голову своей жене. Когда он увидел это, он пустил себе пулю в грудь. И тогда вчерашние бабушка и дедушка стали папой и мамой. Вот такие ситуации. Были ситуации, но вам едва ли пересказывать все эти мои ситуации. Были трагические, были комические вещи. С одной семьей мы очень подружились. Когда человек, молодой человек сказал своей матери за две недели до отъезда, что я влюбился в девочку русскую, я ее повезу. Как? Мы только что оформили документы. Нет, она будет моей женой. И он действительно приехал сюда, вызвал ее. И она красивая, прелестная, очаровательная девочка, стала его женой, полгода счастливого брака. А затем машина ее сбивает на улице и превращает ее в коллегу. И он врач, кстати. И он два года сидит у ее постели и приводит ее в норму. То есть не физически, а в это. И в конце концов, значит, он ее вытаскивает через два года. Она неполноценна, но он объявляет, что это она его жена. И уже родились двое детей, они ждут третьего. и это брак. Хотя я понимаю, что, конечно, надо быть очень мужественным человеком, чтобы такую безответственную женщину. Она не все понимает в окружении, она не все может объяснить в своих поступках и так далее. То есть это, конечно, изуродованное существо. Но вот такой пример мне тоже интересен. Я, повторяю, искал. Потом еще я немножко помешан на нравственных проблемах. И мои книги, выходившие в России, этот элемент почти всегда присутствовал. В том числе подбор героев. Я всегда искал людей, поставленных в сложные нравственные обстоятельства, где они должны выбрать решение. И вот очерки мои очень часто пронизаны этой мыслью. Поиском, как себя повел герой. Именно с моральной точки зрения прежде всего. Ну, можно без конца пересказывать эти очерки, но в целом случае это я получал удовлетворение, потому что я, ну, извините за дурацкое слово, пропагандировал свои взгляды нравственные. Скажите, кто для вас наиболее интересные фигуры, встреченные на Западе? Два самых, считаю, значительных личности вообще среди нашей эмиграции. Это Арон Кациноленбоген и Саша Калина. Это Сан-Франциско. Это ученый, гениальный исследователь, у которого Дженерал Электрик за несколько миллионов купил его открытие. Вот, и должны были бы строить электростанции по его принципу, если бы не случились эти все потрясения горючего и так далее. Что касается Арон Кациноленбоген, то охватить его как личность я начисто не могу, потому что он преподает этику, эстетику и высшую математику и очерки о бизнесменальных американцах. Потрясающий человек, он работает в университете. Филадельфа? Филадельфа, да. Вот эти два самых ярких человека, мы с ними и дружны, и в курсе того, что есть. Меркари совершил сейчас недавно новое открытие, совершенно случайно, нечаянно, опять почему-то из другой области, из другого мира научного. Пятеро из Балтимора, например, очень взволновали меня. Пять мужиков среднего возраста задумались издать журнал и начали делать. Оказалось, что дельные ребята, журнал получается, он и сейчас как называется журнал? Весник, И сейчас, но бах, разбило мозги главного редактора. И он мог лежать, он мог сидеть, даже глотать не мог. А четыре остальных не только не женились и не чем-то занимались или чего, они делали журнал и кормили, поели, какали своего главного редактора. Пятеро из Балтимора называется. Это наши люди, вот такие. Я сейчас с ними ВКонтакте. Наш человек в полиции меня интересовал. Русский человек, который в американской полиции, ну и так далее. Если хотите, еще полистаем. Да. Вот. Ну вот я говорил, что я пишу также и о людях второй и первой эмиграции, их детях. У меня мои эти тома делятся на пять разделов. В Америку с идеями, это когда ученые, дом, где согреваются сердца, наша заграница, неожиданное путешествие, российская эмиграция вчера и сегодня, мы на трех континентах, то есть вот это каждодневность наша. Следующая часть вкусы, нравы, характеры. Вот упрямец у меня тут есть, такое я, не спорю с ним, спорить вообще не подобая, не надлежит своим героям, я никогда ничем не спорю, я высказываю свою точку зрения, я привожу абсолютно объективно их точку зрения, даже если она просто на грани уголовщины. Ну, бывают у меня романтические вещи, например, познакомился, я здесь с человеком, русским журналистом, а потом и дипломатом, который приехал в Россию во время войны и влюбился в девочку, и по-настоящему влюбился, он очень серьезный человек, вот, а ее не выпускают, и он девять лет бился, чтобы ее выпустили, ну, вот, она приехала сюда очень скоро, она певица была, она умерла, вот, Томас Витни такой есть, это его любовь. Отцы и дети, вечная проблема, это одна из самых острых проблем эмиграции между поколениями. Нет, в американской ситуации возникающей, как правило, не возникает единения отцов и детей, как правило, потому что ребенок, какого бы возраста ни было, он хочет быть похожим на тех детей, которые вокруг него, а для отцов и матерей это совсем не то, что надо. И вот идет эта война, те хотят, вот вы сами знаете. Вот это я много раз возвращался к этой теме, и дети рассказывали, и родители. Еще одна яркая фигура, Михаил Вербов, он умер, не доживший несколько дней, буквально недель до СМИ, столетия своего. Очень яркая фигура, это русский, эмигрировавший еще до революции, не, даже не эмигрировавший, а выехавший. Художник, да, блестящий художник, интересный, очень художник, но главное, что человек вот всю жизнь устоявший, в самых трудных обстоятельствах, всех королей рисовал. Очень занятно, очень жаль. Мы с ним буквально встретились за несколько дней до его смерти, он сам еще не ожидал ничего. Как вы оцениваете ту старую историю со знакомством с Вавиловским делом следственным, когда вам это удалось? О, это... Почему все-таки был с их стороны, так сказать, такой прокол? Они не предвидели, что из-за этого такая потрясающая история. А вы читали книжку? Конечно. Ну, я не знаю. Дело в том, что это самое важное в этой истории, это когда это произошло. Это произошло после того, как повалили Хрущева и еще не стал прочным на ноги этот старый идиот. Брежнев. Брежнев. Значит, это было время, когда они играли в демократизацию. Они, эти полтора года, можно было брать в архивах, смотреть в архивах много. Ну, я играл. Это театр был. Это был театр. Я пошел, я был член Союза писателей, я пошел к второму секретарю и говорил, что вот я закончил книгу о Вавилове. Действительно, кончил детский вариант, который обрывался на 30-м году. И вот мне хотелось бы знать, в чем его обвиняли и так далее. Тут поднял трубку, позвонил второму человеку в генеральной прокуратуре. Пожалуйста, почему-то я повторяю, это время важнее всего. И я пришел, и там опять все с меня что-то поспрашивали, что-то поговорили со мной. И потом, значит, меня стали приносить 10 томов. Значит, когда 9-й том принес этот очередной полковник такой уридический, вот это 9-й, 10-й списывать нельзя. А я все сидел и писал, писал все эти дни там. Он сел напротив меня, а я взял и тут же начал списывать. Тут же. Потом через некоторое время я оглянулся, поднял лицо. Он сидел. Он понял, что человек, только получивший сам на самых верхах полную свободу, мог себе позволить вот так нарушать закон, понимаешь ли, нарушать указания и так далее. Прямо расплылся в любви ко мне. Вот. Нет, это все психологически. То есть, он формально сказал, нельзя. Да-да, нет, нельзя. И понял на реакцию, знаете ли, да-да-да. И я тут же начал списывать. А психологически до него это так. Ты пришел в генеральную прокуратуру, тебе дали закрытое дело, и ты тут же списываешь? Ну, да поклон тебе на земле. Это начни, может быть, от товарища Брежнева или от кого-то. Я считаю, что это одно из главнейших моих... Это, повторяю, это был театр. Я играл. Играл. Никто из них не мог подумать, что я напишу книгу, что там книга выйдет на Западе, бог знает что. Но я опросил, человек 150, объездил по страну, пока написал книгу. Так что это был мой успех, который я разыграл. Америка как страна вам нравится? Я не думаю, чтобы страна могла нравиться. Я думаю, что сама конструкция вашего вопроса, она не позволяет мне четко ответить. Я благодарен Америке. Ну да, общий вектор, я в данном случае. Да, я благодарен этой стране. Я хорошо себя здесь чувствую. Особенно после того, как я еще и нашел здесь русскую церковь, так я совсем уже стал доволен. Каждое воскресенье я... А с американцами я, к сожалению, не нашел общего языка. Они доброжелательны, все это где-то меня там печатали, все прочее. Но никакой их внутри... Я плохо изучил английский, и внутренней связи у меня с Америкой нет. Но, повторяю еще раз, я очень уважаю эту страну. Очень глубоко уважаю, потому что это страна, которая так устроена политически, социально, нравственно, что она не даст здесь возникнуть фашизму, коммунизму и так далее. Вот меня это пленяет в Америке. Потому что не говоря о том, что она велика, велика, прекрасно, красиво. Мы ездим по этой стране, получаем удовольствие. И на этом мы заканчиваем передачу, посвященную столетию со дня рождения писателя, публициста, историка науки и биографа Марка Александровича Поповского. Прозвучала беседа 1977 года, первая на Западе ее вел Леонид Владимиров, и интервью, которое я записал в Нью-Йорке осенью 2000-го. Марк Александрович скончался в Соединенных Штатах в 2004 году. Над выпуском мифов и репутаций работали режиссер Андрей Амочкин и редактор Иван Толстый. Редактор субтитров А.Семкин